5, 6, 7, 8 Во исполнении решения Совета Безопасности Кыргызской Республики 22 января 2020 года, подписанного президентом Кыргызской Республики сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики, финансовая полиция буквально вчера, 12 марта текущего года, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий При получении денежных средств в размере 2000 долларов США, взятки была задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек, гражданка ОМ В настоящее время проводится досудебное производство и устанавливается круг причастных лиц Несмотря на то, что факт взятки очевиден и, казалось бы, никаких иных препятствий для задержания нет но судья уже сегодня не просто на свободе, но даже продолжает рассматривать дела Это нашей съемочной группе подтвердили в самом суде У нее процесс, который сегодня есть или нет, я не знаю, но в данное время она работает Надеть наручники на судью представители правоохранительных органов неуполномочены потому что для привлечения к ответственности служителя Фемиды нужно получить разрешение дисциплинарной комиссии при Совете судей По закону возбуждать дело против служителя Фемиды может только генеральный прокурор После этого должна быть проведена специальная процедура чтобы служитель Фемиды не то чтобы отправился за решетку, а хотя бы оказался на скамье подсудимых В дисциплинарную комиссию какие-либо сообщения, информация или же обращения не поступало Как только поступит, естественно, по закону, в соответствии с процедурой дисциплинарная комиссия будет рассматривать Если поступит такое обращение, в частности, может быть от генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение уголовной ответственности или иные какие-либо обращения по этому поводу Если поступит, будет рассматриваться комиссия Всего в 2018 году дисциплинарная комиссия рассмотрела 11 таких жалоб Из них по 10 были даны согласия В этом году пока известно о четырех обращениях генеральной прокуратуры Согласия получены уже по трём К слову, сама Максата Рузбекова, задержанная вчера при получении взятки, уже дважды подвергалась дисциплинарным взысканиям Однако разрешение на привлечение к ответственности – ещё не гарантия наказания В октябре прошлого года судью Каракульского суда Жалобатской области Помербека Иманбекова задержали сотрудники Госкомитета национальной безопасности Его поймали с поличным при получении 20 тысяч сомов Всего Иманбеков вымогал 100 тысяч сомов Действовал судья в сговоре с местным милиционером Платить пришлось потерпевшему за то, что его заключили в тюрьму Перед тем, как отдать деньги судье, он сообщил об этом ГКНБ Дисциплинарная комиссия дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности И обратилась к президенту Глава государства своим указом отстранил Иманбекова от должности Но на время следствия оно всё ещё продолжается Однако в случае с судьями чаще всего даже очевидные доказательства Не помогают отправить их за решётку Как говорят эксперты, их под различными предлогами оправдывают их же коллеги Ранее мы проводили аналитику судебных актов именно по коррупционным преступлениям И мы выявили, что в отношении судей, когда они являются обвиняемыми, чаще всего выносятся оправдательные приговора Допустим, это было с судьей Ёжского городского суда По мнению экспертов, подобная ситуация в судебной системе складывается из-за неправильного подхода при отборе работников в судейский корпус Сегодня судьями в том числе становятся люди, не имеющие опыта работы, некомпетентные Впрочем, даже если это человек из системы, невозможно заглянуть ему в мысли или душу, чтобы понять, идёт ли он на эту должность ради корысти Игорь Потанин, Джанарбек, доктор Бекулу, НТС